Ее называли мастером преображения. Властная, коварная, обольстительная на сцене и скромная, тихая в жизни. За пару часов, проведенных в гримерке, она превращалась в другого человека, рассказывают современники, примы-балерины Мариинского театра Аллы Шелест. Звездой советского балета она стала не сразу. Долгое время девушке везло лишь на роли второго плана. Одной из звездных ролей стала Игина в спектакле «Спартак» Леонида Якобсона. В 70-х Алла была главным балетмейстером Куйбышевского театра, на сцене которого поставила «Жизель» и «Лебединое озеро». Вернувшись в город на Неве, она оставила после себя сильную школу, вспоминает Светлана Хумарьян, которая придумала и воплотила в жизнь фестиваль классического балета имени Аллы Шелест, который получил всенародную известность и любовь. Репертуар мы выбирали сами, поскольку одна программа у нас называется «Советский балет», а вторая «Русский балет». Мы уже здесь им предлагали конкретно, что бы нам хотелось. Они с удовольствием откликаются, потому что они уже привыкли работать с нами. На время фестиваля в Самару съезжаются артисты ведущих классических школ России. Они выступают на одной сцене с самарцами. Первый фестиваль прошел 26 лет назад. На нем присутствовала и сама Алла Шелест. Несколько лет фестиваль не проводили из-за ремонта оперного театра. В этом году фестиваль у фестиваля юбилей. Он пройдет в 20-й раз. Несмотря на сложнейшие условия этого года, но вы понимаете, о чем я говорю, нам все-таки удалось дойти до фестиваля. Буквально через день он начнется. Безусловно, театр предпринял все необходимые меры и предпринимает для того, чтобы и зрители, и артисты могли безопасно во время фестиваля находиться на сцене и в зале соответственно. Все меры безопасности, предусмотренные сегодня Роспотребнадзором, соблюдаются в театре. Именно благодаря этому фестиваль, несмотря ни на что, состоится. Эпид-обстановка в стране и регионе все же повлияла на организацию фестиваля. Так, например, живого звука в этом году на постановках не будет. Оркестр заранее позаботился о записи фонограммы. Но главное, праздник балета все-таки состоится. Откроет его серия премьер с 21 октября по 23. 24 и 25 октября зрителям покажут полюбившуюся им в прошлом году постановку «Бахчисарейский фонтан», а закроют фестиваль шедевры советского балета. Мария Левина, Николай Сидоров, События.